здравствуйте друзья с вами сегодня азат специально для проекта in dubai и как я обещал вам ранее я подготовил для вас видео про дубаи по сравнению с другими городами и странами в которых я ну вот успел побывать за последнее время и так сегодня я расскажу вам про азербайджан город баку глазами человека который живет в дубае то есть город дубаи по сравнению с азербайджан с городом баку то есть в чем разница и я хочу вам привести сравнение этих двух городов то что я успел видеть то что я успел услышать свои наблюдения свои впечатления свое личное мнение свой опыт всем этим я с вами хочу поделиться сейчас небольшая предыстория как я оказался в городе баку на самом деле у меня не было планов посещать город баку просто мне нужно было долететь из дубая в москву но связи с тем что это было окончание майских праздников это были 15 числа мая прямые билеты достать из дубая в москву было очень проблематично потому что многие люди в это время отдыхали в дубае все хотели вернуться москву поэтому прямой билет я достать просто не смог из дубая москву и мне пришлось искать транзитные билеты то есть билеты с пересадкой и я решил выбрать пересадку я полетел сначала из дубая в баку потом в баку пересел на другой самолет и уже из баку затем долетел до москвы так что касается азербайджана и баку в частности я могу рассказать вам всего лишь о двух вещах это авиакомпания которая летела я выбрал авиакомпанию азал это азербайджанские авиалинии и аэропорт баку то есть как выглядит авиалинии азербайджанские и аэропорт баку по сравнению с дубайским аэропортом и с дубайскими авиакомпаниями друзья я хочу заранее извиниться перед вами за возможно не самое лучшее качество звука или не самое лучшее качество видео я прошу вас отнестись с пониманием потому что это все записалось на ходу то есть на планшетник и у меня не было времени не было возможности специально как-то готовить для этого камеру то есть я вот что видел то снимал надеюсь в любом случае вам будет интересно вам будет понятно если что то непонятно вы можете задать уточняющие вопросы в комментариях я с удовольствием отвечу на ваши вопросы и будет вполне логично если я начну свой рассказ со сравнения авиакомпаний и так что касается азербайджана у них есть авиакомпания называется азал азербайджанские авиалинии что касается эмиратов что касается дубая то в дубае базируется две авиакомпании это флай дубай и эмиридс к сожалению авиакомпания эмиридс я ни разу не летал зато я летал флай дубаем 5 раз поэтому мне есть чем сравнить компанию азал азербайджанские авиалинии во-первых начну рассказ самолета из дубая в москву я летел с пересадкой в баку поэтому мне пришлось воспользоваться двумя самолетами естественно и оба эти самолета были компания азал и теперь я расскажу вам сравнение приведу ensuring сравнение Animals некоторые с азаловским самолетом во плать дубая в самолетах л физ в sage дубая вообще нету бизнес класса никакого то есть весь самолет полностью это только эконом класс в авиакомпании азал теми самолетами которыми летел я, бизнес-класс был отдельно, эконом-класс был отдельно. И что очень удобно, то есть, когда вы заходите в самолет, то бизнес-класс налево, а эконом-класс направо. То есть, для пассажиров бизнес-класса очень комфортно, что пассажиры эконом-класса не ходят через них. И очень удобно организована посадка-высадка. То есть, при посадке, в первую очередь, сажают пассажиров бизнес-класса, при приземлении, в первую очередь, дают возможность выйти пассажирам бизнес-класса, а затем уже выходят пассажиры эконом-класса. Что касается сервиса в этих авиакомпаниях, в этих авиалиниях. Как вы знаете, наверное, FlyDubai позиционирует себя как low-cost, то есть, как бюджетный авиаперевозчик, соответственно, и уровень сервиса там подавающий. Например, вас никто не будет там кормить бесплатно, все только за деньги. Еда за деньги, напитки за деньги. Что еще? Развлечения бортовые за деньги, кино хотите посмотреть, платите. Хотите посмотреть видео, музыку, что еще угодно, за все надо платить в отдельности. То есть, покупая билет в самолете FlyDubai, вы фактически получаете только кресло в этом самолете, и все. За все остальное, за все остальные ваши пожелания, вы должны платить доплату. Прибаджанские авиалинии не позиционируют себя как бюджет на авиакомпании, как low-cost перевозчик. И когда я увидел цены на их билеты, а я вам хочу сказать, цены у них очень даже привлекательные, честно говоря, поначалу я даже испугался, сомневался, а вообще стоит ли брать билеты на Азал. Ну, честно говоря, мне показались цены подозрительно низкими, и я позвонил своей знакомой, которая недавно летала этой авиакомпанией, и уточнил у нее, то есть, вообще стоит ли не стоит брать билеты, и насколько безопасно, и насколько нормальный самолет у них вообще, ну, как бы, может, мне стоит взять билет подороже, и более, скажем так, известной компанией полететь. Но моя знакомая по телефону мне сказала, что, в принципе, авиакомпания нормальная, и билеты можно брать смело, поэтому я решил, скажем так, рискнуть и взять билеты на авиакомпанию Азал. Самолеты азербайджанских авиалиний, которыми летел я, они были больше размером и более удобные, более просторные внутри, чем самолеты FlyDubai. Кстати, у компании FlyDubai все самолеты одинаковые, а что касается компании Азал, я в этом не уверен, я не знаю, может быть, у них есть разные самолеты. Салон азербайджанских авиалиний мне понравился больше. Во-первых, там имеется два прохода, то есть, люди не толпятся в одном проходе, как во FlyDubai, например, да, во FlyDubai один длиннющий проход на весь самолет, и все люди толпятся в одном проходе, а в азербайджанских авиалиниях два прохода, и, соответственно, люди меньше толпятся в проходах. И в самолете в азербайджанском туалеты для эконом-класса, туалеты находятся в центральной части салона, и это более удобно по сравнению с FlyDubai. Во FlyDubai самолет находится в передней части салона и в задней части салона. Развлекательная система что в азербайджанских авиалиниях, что во FlyDubai примерно одинаковая, то есть, вы сидите в кресле, и перед вами экран, дисплей, естественно, тачскрин, вы можете пальцем нажимать на него и выбирать, что вам надо. Единственная разница, что во FlyDubai под этим экраном еще имеется считыватель для пластиковых карт, то есть, все эти услуги, мультимедиа услуги во FlyDubai надо покупать. Если вы хотите смотреть фильмы, за фильмы надо платить. Если вы хотите слушать музыку, за музыку надо платить. И во FlyDubai есть бесплатный пакет, очень он маленький, к сожалению, что можно в бесплатном пакете просто посмотреть свой рейс, высоту, температуру за бортом, скорость самолета и почитать новости о компании FlyDubai. Заплатно вы можете купить так называемый стандартный пакет, там есть какое-то количество фильмов, какое-то количество музыки, что-то еще есть. И за большую стоимость вы можете купить уже полный пакет, где уже очень большой выбор фильмов, очень большой выбор развлечений, игры есть, еще что-то там есть, я точно уже не помню. Я думаю, вы можете это проверить на официальном сайте компании FlyDubai. В Азербальзанских Авериниях все развлечения бортовые бесплатные, то есть хотите смотреть фильмы, если хотите слушать музыку, слушайте, есть также бортовая информация, то есть информация о рейсе, о полете, о высоте, температуре за бортом, о скорости самолета. И что касается фильмов, музыки и клипов, к сожалению, в Азале выбор небольшой, но, в принципе, все классические фильмы там есть, то есть это советские фильмы любимые, музыка тоже более-менее такая попсовая подборочка есть. В принципе, вы не заскучаете в рейсе с азербайджанскими авиалиниями, но выбор фильмов, выбор музыки небольшой, но зато он бесплатный, вы можете ими пользоваться в азербайджанских авиалиниях совершенно бесплатно. Теперь про еду в самолете. В азербайджанских авиалиниях я хочу вас обрадовать, кормят бесплатно, то есть это включено в стоимость билета, и, честно скажу, мне понравилось, как они это делают, как они кормят пассажиров. Во-первых, сразу после того, как самолет взлетел, стюардессы проходят по ряда и раздают всем пассажирам влажные салфетки, вы протираете руки. После этого, через 5 минут, они проносят соки и воду, то есть на выбор апельсиновый сок, яблочный сок, минералка с газом без газа, газировка еще какая-то, и, в принципе, все, вы можете попить соки. Потом через полчаса уже приносят еду. Эта еда очень, довольно-таки, разнообразная. В Флайдубае никто бесплатно вас кормить не собирается, за все надо платить, то есть вы, там есть список продуктов, которые можно заказать, список напитков, соответственно, вы себе выбираете, что хотите, нажимаете кнопочку, чтобы вызвать стюардессу, к вам подходит стюардесса, вы заказываете, что вам надо, и там же на месте можно оплатить, то есть вы можете либо оплатить кэшем, наличными, либо можно оплатить по любой пластиковой карточке, например, виза, мастер-карт, то есть просто проводить и в считывателе, которые находятся под экраном, и, соответственно, сумма списывается за еду с вашего счета. И знаете, друзья, мне кажется, это более правильно и более целесообразно, когда авиакомпания кормит своих пассажиров, и когда еда включена в стоимость билета. Почему? Потому что, когда стюардессы кормят всех пассажиров, они делают это организованно, то есть они просто с своим тележками проходят строго определенное время, например, через 5 минут после взлета и через полчаса после взлета. Все. Все остальное время коридор свободен для пассажиров, то есть вы можете свободно пойти в туалет, вы можете, не знаю, свободно там, если ваши друзья летят, сидят в другом ряду, вы можете подойти к друзьям с ними пообщаться. В Афлайд Умай это просто кошмар. Ну, вы представляете, то есть если я захотел сок, я закажу себе сок. Мой сосед заказал себе сок через 5 минут, другой сосед заказал сок через 30 минут, третий сосед попросил, чтобы ему принесли, там, не знаю, шаурму через полчаса, четвертый попросил через 20 минут, четвертый, пятый попросил через 3 часа. И, понимаете, вот через этими, то есть фактически в Афлайд Умай коридор постоянно занят этими стюардессами, этими стюардами, а в азербайджанских авельниях кормят пассажиров, пассажиров, и, соответственно, они проходят в строго определенное время, а все остальное время они не ходят по самолету и не мешают пассажирам. Это очень важно, поверьте мне. Еще чем отличаются азербайджанские авельнии от Флайд Дубая, во Флайд Дубае есть каталог товаров, то есть если вы не успели купить какие-то сувениры в Дубае, вы можете сделать во самолете Флайд Дубая, то есть там вы можете купить часы, аксессуары, бижутерия, украшения, парфюмерия, какие-то товары с символикой в Флайд Дубае, ну, соответственно, какие-то там сувениры, товары Дьюти Фри вы можете купить, не вставая с кресла. В азербайджанских авельниях такого каталога я не увидел, и, насколько я понимаю, купить товары Дьюти Фри там нельзя. Теперь, что касается аэропортов. Во-первых, при посадке в Баку мне показалось, что самолет тормозил слишком резко. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, в Баку более короткая посадочная полоса, может быть, самолет, ну, какие-то особенности самолета, может быть, это стиль вождения пилота, я не знаю. Это чисто субъективные мои личные ощущения, может, я ошибаюсь, но, когда я приземлялся на Флайд Дубая, на самолете Флайд Дубая, на аэропорту Дубая, мне показалось, что это было более плавно и более мягко с посадкой, и самолет тормозил более плавно. В аэропорту Баку посадка на самолет и высадка с самолета производятся через специальный рукав, то есть, вы сразу из самолета попадаете в зону прилета, сразу попадаете внутрь аэропорта, не выходя на улицу. В Дубае такое есть только в первом терминале и в третьем терминале. Если вдруг вы летите через второй терминал Дубая, то, к сожалению, вам придется выходить на улицу, то есть, вам сначала надо садиться в автобус, потом автобус подвезется к трапу самолета, вам надо по трапу подняться пешочком, зайти в самолет и, соответственно, это не очень удобно и такая система уже считается устаревшей. Сотрудники аэропорта Баку меня неприятно удивили. это далеко не то, к чему я привык в аэропорту Дубая. Ну, во-первых, они просто элементарно не пытаются быть услужливыми, не пытаются улыбаться, а ведут себя довольно нагло и грубо, и, ну, скажем так, склонны к хамству по отношению к пассажирам, к клиентам. В аэропорту Дубая, даже несмотря на то, что там очень большой пассажиропоток, очень много людей в аэропорту Дубая всегда. Там, по крайней мере, сотрудники хоть пытаются улыбаться, пытаются быть услужными и ни в коем случае не хамят пассажирам, не хамят клиентам. Во-вторых, что меня просто шокировало в аэропорту Баку, это то, что сотрудники аэропорта в довольно наглой и в довольно грубой форме у каждого прилетевшего пассажира спрашивают, сколько у вас денег с собой, сколько у вас наличными долларов, сколько у вас наличными евро. Ну, извините меня, мне кажется, это не тактично. Если по соображениям безопасности, по соображениям, там, не знаю, еще чего-то, валютного контроля, есть вопросы какого-то конкретного, потому что, ну, можно его отвезти в сторонку, можно привезти его в отдельную комнату и задать вопросы. Но лезть в карман каждому прилетевшему пассажиру, это просто очень не тактично. А в аэропорту Дубая такого никогда не будет с вами. То есть, в аэропорту Дубая вы прилетаете, там у вас никто не спрашивает, там, сколько у вас денег с собой. То есть, сколько везете, столько везете. Если вдруг, скажем так, у сотрудников аэропорта Дубая возникнут какие-то сомнения, если они вас в чем-то там, ну, заподозрят, то они просто вас отведут в какую-то отдельную комнату и с вами уже один на один побеседуют. Это не будет при всех, они не будут лезть к вам в карман. Понимаете? Ну, скажем, я считаю, что это правильно делают они в аэропорту Дубая. В-третьих, что меня тоже удивило в аэропорту Баку, это то, что у всех транзитных пассажиров забрали паспорта. И, через некоторое время, транзитные пассажиры там должны были подходить к специальной стойке, и на этой стойке им возвращали эти паспорта и давали посадочные талоны. Ни в одном цивилизованном аэропорту, я думаю, вы такого уже нигде не встретите. Зато в аэропорту Баку есть бесплатный Wi-Fi интернет. Это большой плюс для аэропорта Баку. А вот в Дубае с интернетом туговато, и поэтому бесплатного Wi-Fi интернета в аэропорту нету, к сожалению. Мне показалось, что аэропорт Баку по размерам примерно такой же, как терминал 2 в Дубае. То есть, зона вылета примерно одинаковая по размеру, что в Дубае терминал 2, что в Баку. Зона прилета тоже одинаковая, размеры Duty Free тоже примерно одинаковые. Единственное, конечно, терминал 2 в Дубае, мне кажется, все-таки уже сильно перегружен, то есть, там реально очень большой пассажирный поток они пропускают. А что касается Баку, то он, наоборот, еще не догружен, то есть, пассажирный поток довольно маленький, и людей на самом деле в нем немного. Теперь я хочу подвести небольшой итог. Что касается самолетов, я бы предпочел АЗАО, потому что, если вы летите азербайджанскими авиалиниями, вы выигрываете вдвойне. Во-первых, вы попадаете в Дубай, вы попадаете в первый терминал, он более удобный, чем второй терминал, через который летает флайд Дубая, во-вторых, вы попадаете в более удобный самолет, в более большой самолет, и в этом самолете вас кормят. А если вы летите в флайд Дубая, то вы попадаете в менее удобный терминал, это второй терминал Дубая, вы попадаете в менее удобный самолет, и в этом самолете еще вас не кормят, то есть, вам придется еще платить за еду то есть для себя я однозначно решил на будущее если перед нами встанет выбор либо азал либо флай дубай я однозначно выбираю азал азербайджанские авиалинии что касается аэропортов если мне надо будет лететь по делам в азербайджан то соответственно мне просто некуда деваться я буду вынужден приземляться в баку но если вдруг мне надо будет лететь с пересадкой или транзитом то в следующий раз я постараюсь избежать баку скорее всего я лучше попробую какой-нибудь другой аэропорт что касается дубая я никогда не делал не летал транзитом через дубай поэтому ничего не могу сказать на этот счет а что касается прилета и вылета из дубая то в принципе аэропорты терминалы в аэропорту дубая довольно удобны к сожалению терминал 2 как мне кажется на данный момент уже перегружен терминал 1 очень даже удобно очень быстро и все есть необходимые и высокая пропускная способность и высокий уровень автоматизации через терминал 3 в дубае я не летал поэтому ничего вам на этот счет сказать не могу вот все что я могу вам рассказать про дубая по сравнению с баку и про баку по сравнению с дубая с вами была за специально для проекта индубая оставайтесь с нами подписывайтесь на наш канал до скорых встреч ждите новых видео от нас всем пока пока